Всем добрый день! Приветствую всех на канале Путь Вольна. Сегодня мы будем говорить об уникальной системе самозащиты, духовного совершенствования и физического воспитания, которую создал в 1947 году мастер Накана Мичиони, более известный под псевдонимом Судусин. Целью практики этого боевого искусства является посвящение в новые удивительные приемы и способы воздействия на человека. Достаточно сказать, что обладатель пятого дана знает менее половины всей техники и методики Сюринзи Кампо. После достижения этого уровня Кэнси обязан периодически проходить курсы к совершенствованию специальной школе Сюринзи Кампо Будо Сэмон Гакко. Занятия там включают изучение методов воздействия на энергетические точки и меридианы, а также методов оживления. Очевидец этого свидетельствует. Я своими глазами увидел, как преподаватель подозвал к себе одного из курсантов и быстрым, легким движением, открытой ладони, нанес ему хлесткий удар в заднюю часть головы. Ноги курсанта подкосились, он резко побледнел, упал на пол, замер, не шевеляясь. Тогда преподаватель посадил его на полу, поддерживая коленями, и надавил пальцами на какие-то точки возле ушей. Тело курсанта вздрогнуло, он открыл глаза, тряпнул головой и, сказав арригато, спасибо, поднялся на ноги. Для достижения подобных результатов вовсе не требуется лупить кулаками и помокевали. Не надо лопать черепицу или кирпичи. Кстати, по поводу разбивания кирпичей, Содусин как-то сказал, чем бить черепицу, лучше накрыть ею крышу, чем бить кирпичи, лучше построить из них дом. Однако важно, чтобы самые эффективные приемы знали только духовно совершенные люди с высоким уровнем нравственности. В этом залог того, что они будут служить правому делу. Попади такие методы на вооружение преступников, не оберешься в беды. Поэтому в Сюринзе Кэмпо, как и в древнем Шаолине, действует принцип невыноса за ворота, то есть принцип неразглашения того, что изучается. Там считается, что за те 15 лет, которые требуются в среднем для достижения уровня пятого дана, Кэнси в какой-то мере постигает мировоззрение Будды, что его можно начинать посвящать в мир тайных техник, собранных в Содо Сином за 20 лет прихивании в Китае. Одной из наиболее существенных особенностей Сюринзе Кэмпо является тренировка в паре с партнером. Если в японские каратэ и китайскому шу в основу тренинга положена практика формальных упражнений ката или сауу, то здесь такой путь изучения техники школы или стиля и повышения уровня мастерства отсутствует. Основным методическим приемом является Куми Эмбу, серия из 10-20-40 приемов Гохо и Дзюхо, выполняемых вдвоем на большой скорости и с высокой точностью. Нападающие осуществляют реальную атаку, удар и захват. Контр-приемы, в отличие от атак, контролируются, иначе были бы неизбежны травмы. Победа или поражение не определяются. Оценивается точность технического исполнения, скорость и степень реальности. Когда техника Куми Эмбу демонстрируется на экзамене, то выставляются баллы, причем сразу обеим партнерам. Если один из них допустил ошибку, то баллы снижаются обои. Смысл такого подхода в том, что ни один человек не может жить, а тем более совершенствоваться в одиночку. Ему обязательно нужен партнер, который знает и умеет больше его, чтобы идти вслед за ним. Со Дусин говорил, слепой не выведет слепого из леса. Они оба упадут в яд. В этих совместных упражнениях оба партнера повышают свой технический уровень. Я становлюсь сильным, и ты становишься сильным. В таком случае один равняется не два, а гораздо больше. Индивидуализм, стремление быть сильным только для себя, тенденция одинокого тигра в Соринзе Кэмпо исключается. В пределах Всемирной Федерации все его адепты, братья и друзья, а не соперники. Именно поэтому Со Дусин определил путь к Кэмпо как осуществление, становление через взаимопомощь. Помощь самому себе и слабому. Взаимопомощь является источником развития каждого человека. Групп людей, общества в целом. Взаимопомощь символизирует традиционное приветствие в Соринзе Кэмпо. Складывание ладоней пальцами вверх на уровне глаз. При вертикальном положении корпуса, что означает половина счастья мне, половина тебе. В то же время такая поза демонстрирует уважение к партнеру при сохранении собственного достоинства. Сот Дусин считал, что распространение Соринзе Кэмпо по всему миру будет способствовать построению идеального общества, основанного на уважении между людьми. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...